всем привет дорогие друзья сегодня я хочу рассказать о коляске которая очень очень хорошо подходит для отпусков вот кто сейчас собирается в отпуск ищет для себя для его ребенка имеется ввиду колясочку которая не будет обременять весом размерами в путешествии вот эта колясочка очень хорошо для этого подходит но единственное по весу она не самая легкая но она достаточно легкая учитывая то то насколько она прочная хорошо собрана ее вес семь с половиной килограмм да есть коляски по 5 килограмм но если вы поставить их рядом и начнете их как-то юзать вы поймете что здесь 700 килограмм они оправданы очень плотно хорошая крепкая колясочка вот она такое впечатление произвела на меня в первый раз в двух словах технические характеристики угол наклона кстати здесь вообще прекрасный 120 170 градусов практически ровная поверхность не 180 но 170 это практически ребенок полностью лежит она предназначена для детей с трех месяцев до 4 5 лет по крайней мере так в инструкции написано пять лет кому она нужна коляска непонятно кроме особенных детей конечно вот и вас 22 килограмма выдерживает вес это колясочка это говорит о ее достаточно большой в большом запасе прочности так сверху вниз будем изучать по материалам это единственное что кроме веса у меня вызывает маленькие вопросы потому что цена у колясочки абсолютно такая уже ближе к премиальному сегменту а материал он мне кажется чуть простого я не говорю что он плохой какой-то еще что-то но ощущение хотелось бы получать от него более такие приятные он достаточно прочный толстый жестковатый относительно вот здесь особенно на козырьке но с другой стороны это запас прочности материала такие материалы очень долго выглядят как новые поэтому на этом можно закрыть глаза но это единственное что я бы подметил так что касается козырька вот у нас есть возможность одну секцию добавить и открыть но это только исключительно летнее время года конечно козырек всегда хочется побольше и покрупнее все родители хотят получше иметь возможность закрывать ребенка но это бывает обычно в во всесезонных колясочках которые зимой можно катать это коляски покрупнее поэтому вот в такого рода колясках это простительно кстати есть еще на магнитике крышечка который можно убирать здесь сеточка можете соответственно посмотреть как там ваш малыш поживает регулируется у нас вот таким образом щелчок небольшой есть имею ввиду он не бесшумный маленький щелчок мы слышим так что касается ручки ручка у нас здесь в к коже она такая толстая ручка мне это очень сильно нравится с прострочкой она мягкая вот реально мягкая ручка и соответственно хват такой приятный и уверенный вот в ручках и это очень сильно ценю ручка здесь у нас никак не регулируется к сожалению проецируете вот на себя сто восемьдесят шесть мой рост и как приблизительно будет вам напомню точные характеристики в цифрах полностью в цифрах расстояние до пола вот это все будет по ссылке на первая коляска в описании на эту с колясочку если хотите прям детально в цифрах изучить вот можете зайти посмотреть так что касается сиденья сиденья у нас тут высокая достаточно мягенькая спинка жесткая это не какой-то натянутый материал ремешки у нас мягкими накладочками везде и паховая зона хорошо закрыта из ремешков отметил бы такую особенность они здесь магнитные и случае необходимости можно даже верхние два одной рукой соединить но это несложно по большому счету потому что они притягиваются и сверху магнитик пристегнется если у вас вдруг нет такой возможности там ребенок не ребенок имеют что-то у вас рука занята и можно принципе верхние ремешки с нижним соединить боковые одной рукой прицепить маловероятно что у вас получится но по большому счету хотя бы если быстро надо можно это сделать одной рукой и хотя бы центральным ремешком подкрепить ребеночка ну а так конечно ремешки классические за исключением здесь вот магнитного механизма но прикольно сделали вообще молодцы так по центральной части у нас здесь идет такая вот сетчатая ткань чтобы меньше ребенок прил летом вот что касается безопасности ремни понятное дело у нас есть классный отличный просто бампер в к коже такой же как и ручки как калиточка откидывается все четко понятно и быстро подножка подножка у нас здесь что хочу подметить помимо того что она нормально полноценно жесткая она еще и мягко когда ребенок лежит здесь никакая пластиковая часть или трубка металлическая ему никуда не давит вот снизу здесь видите нажимаем и опускаем соответственно есть ступенька множество может быть ребенок положит когда подрастет поэтому поэтому этот момент имейте ввиду амортизация на передних колесах есть колеса передние не блокируются нет такой здесь кнопочки вот давайте проверим насколько у нас здесь ситуация с амортизацией сзади тоже достаточно неплохая колеса кстати здесь просто резина и хорошо что не полиуретан это коляска достаточно тихо едет по брусчаточки по стыкам кафеля по плитке особенно московской все в плитке уложено достаточно комфортно акустически коляска себя ведет багажник у нас здесь тоже большой вместительный с удобным доступом и самый офигенный тормоз видите здесь педаль очень толстая широкая имею ввиду и оба раза мы нажимаем сверху и не корябаем свою обувь в общем по ходовым качествам и вот все как сделано здесь все сделано очень круто и удобно самое главное так что касается кстати регулировки спинки смотрите здесь вот кнопочка здесь нет ремешков здесь три ступеньки и вот у нас наши 170 градусов смотрите и вот эту часть она на липучке можно открыть вот и соответственно будет летом проветриться ребенка имейте ввиду очень удобная тема а зимой закрыли не поддувает и все нормально поднять можно просто толкая вверх все супер так давайте теперь посмотрим как колясочка у нас складывается здесь прям производитель сделал идеально в этом отношении все кос всю конструкцию что нам для этого нужно нам нужно вот здесь вот кнопочку отжать и нижнюю нажать вот так вот и опускаем все она сложилась переносить по идее можно за бампер ну на самом деле я бы рекомендовал лучше носить здесь за ремень потому что вот эти все конструкции крепления бамперов они не настолько очень мощно сделаны что легко это всегда выдерживает многие производители рекомендуют носить именно за ремешок а не за бампер у этой компании я не нашел никакой информации по этому поводу но исходя из других брендов просто такая вот моя личная рекомендация вот собственно как она выглядит кстати в комплекте насколько я помню идет подстаканник дождевик и сумка для транспортировки коляски это на самом деле очень здорово потому что когда мы куда-то путешествуем мы можем ее туда упаковать и соответственно путешествовать насчет ручной клади вы видели что в сложенном виде она не самая маленькая такие крупные авиакомпании как и франц там эми рейд вот такие вот не дешевые компании они закроют глаза и пропустят вас но большинстве компаний вас не пропустят с этой коляске вручную кладь поэтому здесь вот мешочек этот очень пригодится упаковываем и утра по сдаем соответственно вам потом ее отдают и вы дальше уже едете по своим делам собственно по большому счету все что хотел рассказать вам рассказал добавить не больше нечего из недостатков которые я подметил я вам уже сказал это про козырек то что хотелось бы больше ткань мне бы хотелось за эти деньги видеть чуть подороже но на это все можно самом деле подзабить потому что очень качественно коляска сделано ходовые части все очень хорошо собраны сделано ходовая вся часть она тихая как по мне место много удобная но по большому счету претензий немного кстати еще хочу забыл подметить вот эта часть она с отражателем насколько я знаю и в темное время суток на автомобильной где-то дороге вас будет видно ребенка имеется ввиду собственно все добавить мне больше нечего мое мнение вы услышали а вы свою очередь если обзор вам был полезен интересен ставьте свой царский жирный лайк пожалуйста подпишитесь на канал вам не трудно а мне очень приятно и полезно для развития канала а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора колясочки для вашего ребенка и всего доброго до свидания